Девушки отдыхают других горячих точек по всему миру. Малочисленная и осаждённая западная демократия отчаянно сражается за то, чтобы удержать растущий беспорядок от выхода за пределы. На переднем крае этой странной войны контртеррористическое подразделение под кодовым названием «Радуга». Действующий из баз по обе стороны Атлантики, оперативные бригады «Радуги» готовы нанести удар по моментальному приказу в любой точке мира. Даже их существование засекречено. Их храбрость и бдительность спасают жизнь миллионам. Но даже сейчас новый враг появляется на Востоке. Враг, больше чем любой, с которым и сталкивалась «Радуга». Враг, способный ударить когда и куда захочет, ведомый только собственной злобой и ненавистью. Враг, вооруженный самым страшным оружием, известным человеку. Операция «Куроп Пандоры». Операция «Куроп Пандоры». Группа египетских экстремистов, штурмовала Музей искусств в Нью-Йорке во время празднования и открытия новой выставки египетского антиквариата. Ваша миссия – это захват здания с минимальными потерями. «Похоже, мы получили новобранцев. Добро пожаловать на борт, леди и джентльмены. Но оставим представление на будущее, у нас много работы. Обычно на американской земле заложников освобождают федералы, но очевидно, что здесь у нас несколько выдающихся иностранцев, среди остальных – дочь французского премьер-министра. В результате Париж и Брюссель настойчиво потребовали, чтобы «Радуга» произвела освобождение. В Вашингтоне не спорят, они просто хотят освободить этих людей. И еще, постарайтесь свести побочные повреждения к минимуму. Это, похоже, мы получили новобранцев. Добро пожаловать на борт, леди и джентльмены. Но оставим представление на будущее, у нас много работы. Обычно на американской земле заложников освобождают федералы, но очевидно, что здесь у нас несколько выдающихся иностранцев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...